В начале XIII века на русские земли обрушилось небывалое бедствие – нашествие огромной массы кочевых народов, которые пришли из степей Центральной Азии. Эти народы были практически неизвестны на Руси, и поэтому русский летописец, рассказывая об их появлении, говорит следующие слова «При Идоша языцы незнаемы, их же добре никто не весть, кто суть и отколе из Идоша, и что языках, и что вера, а иные глаголят татары, а иные глаголят таумены». Вот с таким именем татары этот народ появляется в нашей истории. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, конечно, нашествие было небывалым событием. Вообще татары-монголы – это удивительный народ. Удивительный в том отношении, что они создали крупнейшую империю в истории человечества. Вот та империя, которая создана была Чингисханом и его внуками, его сыновьями, внуками, эта империя оказалась самым большим государством в истории человечества, большим по территории. Она существовала, вообще говоря, не очень долго, потому что все вот такие огромные империи, они хрупкие по своей внутренней структуре, но это уже вопрос следующего времени, а пока у нас идет трагическая история завоевания монголами русских земель. Это завоевание началось в 1237 году и закончилось в 1241. Для монголов завоевание Руси не было большой проблемой, прежде всего потому, что русские земли были раздрублены. Русские княжества не хотели помогать друг другу, каждый князь старался найти какое-то свое решение в минуту опасности. Кроме того, конечно, монголы имели огромное преимущество в численности. Вообще, когда мы начинаем разбираться, почему они сумели завоевать огромную территорию, практически всю Евразию, что им секрет, в чем их состоял? Ну, я думаю, что здесь целый ряд обстоятельств. Во-первых, конечно, создатель монгольской империи Чингисхан был выдающимся организатором, выдающимся полководцем, и хотя он был зловещей фигурой в истории человечества, но нельзя не признать, что как организатор, как полководец он стоял очень высоко. Ну и вот искусство Чингисхана, которое передалось его сыновьям, военное искусство, оно состояло в чем? Ну, прежде всего, оно состояло в стремительности передвижения. У монголов никто не шел пешком, все ехали на конях, все конницы, огромное конное войско. Кроме того, у них была железная дисциплина. Если один солдат проявлял трусость, уничтожали, ну, не расстреливали, конечно, но казнили всю десятку. Если проявляла трусость десятка, всю сотню. Таким образом, воины знали, что стоит им проявить трусость или какое-то малодушие, и за это придется расплачиваться не только им самим, но и всем их товарищам, их соратникам. Кроме того, я думаю, что, конечно, Чингисхан был неплохой психолог, он понимал значение молвы. И вот когда монголы шли завоевывать какое-то государство, они впереди себя гнали слухи. Слухи о том, что идет какой-то страшный народ. А как они это делали? Они просто все подряд уничтожали. Понимаете? Мы смотрим, сначала мы не можем понять, почему такая дикая жестокость, когда убивали всех, кто дорос за тележные чеки, как они говорили. Но потом начинаешь понимать, что они, в общем-то, этим ужасом, который внушали массовые убийства, бессмысленные массовые убийства, этим ужасом они как бы прокладывали себе дорогу. Это был один из их приемов ведения войны. Слухи, паника среди противника. Еще один момент, который монголами очень хорошо использовался, это хорошая разведка. Прежде чем идти завоевывать какое-то государство, они посылали туда своих послов, своих дипломатов, вроде бы для того, чтобы вести переговоры, а на самом деле собирать информацию. Какие дороги, какие города, какие укрепления. И когда они собирали эту информацию, тогда только они начинали свои военные действия в этом районе. Но так или иначе, монголы захватили сначала Рязанское княжество у нас, потом пошли на Владимир, потом захватили Суздаль, Ростов, Великий, и, наконец, двинулись в сторону Новгорода. Завоевание было стремительным, но дело в том, что все-таки до Новгорода им оказалось добраться трудно, потому что это была уже весна 1238 года, растаяли снега, болота вокруг Новгорода, огромное войско Батыя с трофеями, оно просто застряло вот в этих вот новгородских лесах, новгородских болотах. Они остановились, не дойдя в 100 верст до Новгорода. Дошли до Игнач-Креста, как говорит летописец, и повернули, ушли обратно в степи. Но через год они вернулись, еще через год был взвоеван Киев в 240 году, и монголы пошли дальше, Батый повел свои войска дальше на запад, и передовые отряды монголов дошли до Вены. То есть они захватили Польшу, разгромили польское войско, они захватили Венгрию, дошли до Вены, вот здесь остановились. Остановились и внезапно повернули и стали уходить обратно на восток. Почему монголы прекратили свое нашествие? Ну, об этом спорят историки. Одни говорят, что они просто ослабели уже от бесконечных сражений, другие говорят, что они должны были повернуть назад, потому что там скончался великий хан Угедей, сын Чингиза, и вот нужно было теперь выбирать нового великого хана. И Батый должен был принять участие в этих выборах, потому что он был одним из соискателей, а кроме того, у него были враги, и он не хотел, чтобы его враги стали великим ханом. В общем, обратная дорога – это дорога на Курлтай, то есть съезд всей монгольской знати. Ну, и вот на этом съезде, там долгая история, во всяком случае, для Батыя все обошлось благополучно, и он вернулся в свои степи. Он начал править территорией, которая называется Улус-Джучи. Улус-Джучи – это район, который еще сам Чингиз завещал своему старшему сыну Джучи. Но Батый был сыном Джучи таким образом после кончины Джучи в 227 году. Вся вот эта вот территория на Западе, какую удастся завоевать, это все было владение Батыя. И все это в истории стало называться Золотая Орда. Золотая Орда – это, по сути, есть Улус-Джучи. Сначала этот Улус и его руководство подчинялись центральному правительству в Каракароне, в Монголии, но постепенно они стали отделяться от центра и проявлять уже стремление к независимости. В конечном счете, в 60-е годы XIII века, то есть в 1260-е примерно годы, Улус-Джучи стал полностью самостоятельным. Золотая Орда – самостоятельное государство. И в составе этого государства, Золотой Орды, оказались русские земли. Что для русских земель означало нашествие и главное – установление иго? Об этом огромная литература существует. Некоторые историки говорили, философы, что монголы научили нас создавать империи, что русская, российская империя – это, так сказать, дитя монгольских степей. Ну, это, я думаю, выдумки. На самом деле, реально, по всем направлениям жизни для нас эта власть татар, Золотой Орды, была бедствием. Экономика Руси была подорвана, потому что в феодальном обществе главным, так сказать, направлением развития экономики – это города. Города – это залог будущего. Города – это центры торговли, ремесла. Но все города как раз татары уничтожали. Для них города – это главная опасность их владычества. Они грабили города, они сжигали их, и поэтому гибель городов – это трагедия для будущего России, а не только для того времени. Дальше, конечно, у нас даже денег своих не было. Мы пользовались деньгами Золотой Орды. Для России, для Руси, точнее говоря, средневековой, в общем, это было экономическое бедствие. Огромную дань платили в Орду. Уходили туда огромные деньги, которые телегами просто возили из Руси. А ведь эти деньги были бы в системе товарно-денежных отношений здесь, если бы их не пришлось везти туда. Бессмысленно, как дань. Вот. Таким образом, для развития экономики Руси это было бедствие. Для политического развития Руси это тоже было бедствие, потому что мы потеряли независимость. И наши правители, наши князья вынуждены были вести такую политику, которая выгодна была Орде, но которая зачастую невыгодна была самой Руси. Ну, например, татары постоянно натравливали русских князей на Литву. Литва была самостоятельным государством, но татары хотели ее подчинить руками русских князей. И русские князья вынуждены были ходить в походы, проливать кровь ради вот этой монгольской идеи завоевания Литвы. Так они ее, в конце концов, не завоевали, но для нас это была большая потеря людей, времени. Ну и, наконец, для культуры. Для культуры это была драма, потому что, во-первых, масса памятников произведения искусства погибла во время нашествия. Нашествия — это бедствие, знаете, все сжигали, все разграбили. Когда археологи раскапывали остатки монгольских городов, между прочим, интересная история, столица Монголии Каракарум была плацдармом для работы археологов многие годы. И вот там они находили потрясающие красоты вещи. Но это вещи не сделанные там, а награбленные по всему миру. То есть сама монгольская цивилизация, она была степная, она была достаточно примитивная. Для них она была вполне достаточная, но это была цивилизация синкретическая, то есть собранная из разных кусочков по всему миру, неорганическая. Так вот, для культуры, это гибель произведений культуры, это прежде всего потеря мастеров, потому что монголы имели такую привычку. Они в завоеванных странах выбирали лучших мастеров. И как рабов гнали их к себе в свои города и заставляли строить себе дворцы, украшать их и работать на них. И наши русские мастера тоже должны были ходить в Орду, ну их гоняли, попросту говоря, в Орду, и таким образом мы теряли лучших мастеров. После Батыева нашествия в Новгороде, который не был подвергнут завоеванию, но там 50 лет не строили ни одной каменной церкви, денег просто не было. И первый храм, построенный после Батыева нашествия, это церковь Никола на липне 1292 года. И эта церковь маленькая, приземистая, такая, знаете, корявая немножко. Видно, что людям просто не хватало средств, не хватало мастерства, 50 лет не было строительства. Ведь тогда никаких университетов не было, а любому ремеслу учились на практике. И если практики нет, если не строят каменные храмы, то прекращается и традиция, прекращается мастерство. Если говорить в целом, то татаро-монгольская ига на 200 с лишним лет затормозила, заморозила, можно сказать, культурное, экономическое развитие Руси. Более того, Русь оказалась в политической изоляции, потому что соседние страны, свободные страны Европы, смотрели на Русь, как на провинцию Монгольской империи, Золотой Орды. И отношение к ней было такое же. То есть сюда не выдавали, например, своих невест. Раньше у нас домонгольский период часто бывало так, что русские князья подбирали себе жен либо в Швеции, либо еще где-нибудь в Польше. А теперь все, такие браки прекращаются. И это признак потери, так сказать, статуса. И когда мы говорим об истории России в целом, что у нас есть, что у нас нет, то мы всегда должны помнить, что мы развивались в тяжелейшей обстановке, когда пришлось преодолевать вот эту вот двухсотлетнюю отсталость, двухсотлетнюю замороженную состояние, в котором оказалась Русь в условиях татаро-монгольского ига. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова